Ну, давайте уже к этому матчу перемещаться. ЕГЭ и коллектив Фэйслес. Evil Genius'у в топ-3 Интернешнл. Хорошая команда, все молодцы, безусловно. Команда Фэйслес, по ней по-прежнему вопросы открыты. Лил не очень в них уверен. Я где-то Лилов поддерживаю отчасти, что... Ну, пока испытания на прочность, Фэйслес не прошли еще. Вот, поэтому... Да, как Фэйслес себя покажут, это очень-очень важный момент. Ну и вот, пожалуйста, первая стадия пиков. Начинается, а баны у нас были следующие. Это Висп Дроу Рейнджер от команды Фэйслес. И коллектив ЕГЭ забанил... Забанил Никс Ассасина и Огрмага. Ну и Варлок на первый пик от ИДЖИ. Ну, да. Причем, в принципе, это во многом, чтобы не отдать еще врагу. Плюс и ЕГЭ играли, мне кажется, герои. Вообще, практически все сейчас играют через Варлока. Ну, то есть, так или иначе, иногда его пикают. Поэтому взять его против команды Фэйслес, учитывая, что они им играют, это, в принципе, здравое решение. Банни все-таки Варлока, ну, наверное, не хотелось бы. А Фэйслес прям очень неплохий с ним. Ну, судя по тому, что они показывали на своей сцене. Интересно, знаешь, что обратят ли взор другие команды, кроме Уинкс, которые, кстати, здесь ходят, на Брюмастера, который хорош против Варлока? Вот уже... Резоль, да, рассказывал, что они обращали взор на этого героя? Да, 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 да. Очень объясним пик Брюмастера против Варлока. Просто если говорить о той игре, в которой мы жили Брюмастера против Варлока, там еще был герой, против которого Брюмастер уже очень хорош, это Урса. Поэтому логики в том пике было больше. Сейчас брать конкретно Брюмастера, чтобы контрить Варлока, может быть, не самая лучшая идея. А даже не контрить, в том-то и дело. Просто самого себя спасать. Вот, он же не особо команде-то помогает, этот Брюмастер. Ну, ладно, нет, что, помогает, он же диспеллит все. Я имею в виду, дело не в Варлоке. Ну, сколько... Подожди, он диспеллит все, что на него бросили? Он диспеллит все, что на области. А, ты... Ой, точно, 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 все, все, все. Побейте меня. Ну, мы после игры... Тебе еще работать немного. Ногами в живот? Да, ногами в живот, как вчера было. Причем, помимо того, что он диспеллит, он еще и урон наносит по самому голему. То есть, это такая, в принципе, реально прямая контра Варлока, но... Ну, я же говорю, если честно, кисленько это смотрится, если нет еще других целей у этого героя. Как бы ради героя ты берешь ради героя пятой позиции. Героя ради героя. Да, ставишь в мид, например, Брюмастера или в офлейн, да, то есть ты берешь какую-то кор позицию, при этом, чтобы законтрить пятую позицию. Блин, ну, при этом он все равно не так уж и плох Брюмастер вообще в принципе. Я же повторюсь, что в моменте, когда его брали вчера, логично было, что против Урса неплохо смотрелся. Поэтому и взяли. А против этого героя, ну, не самая лучшая идея. Ну, и опять же, Варлок очень опасный герой пятой позиции. Настолько опасно, что он может просто перевернуть моментальное подражение. Это как часто ты берешь кор героя, чтобы законтрить героя пятой позиции. Я чуть часто, поэтому, наверное, у меня, собственно, рейтинг соответствующий. Ну да, да, да. Типа того. Ну, Бэтрайдер появляется. Да, Урсу банит команда Фейслесс. Самое забавное, что вновь Рубик. Вновь Рубик. Ну, это вот... Как вы думаете, к чему Ancient Operation забанен? Ну, собственно... К Алхимику ли? К Хускару ли? Ну, обычно и намекают на этих персонажей. К Ораку ли? Может, просто баны выманивают у команды. Может быть такое, таким образом. Причем, мне кажется, банить сейчас Алхимика, может быть, не самой лучшей идеей. А с другой стороны... Хотя знаешь почему? Тут уже забанили Урсу, которая против Алхимика очень хороша. И, возможно, ЕГЭ, опять же, либо выманивают, ну, либо руководствуются логикой, что если Алхимика они не выманят, то Апаришина нет, Урсы нет, можно брать. Ну, дело в том, что и Тимбер, в принципе, может неплохо справляться с Алхимиком по игре. Банит Титана. То есть, предпринимает решение не выбирать этого героя. Неприятного, конечно. Дело у Наши, да у Демон? Что за дела? А мета поменялась вот... Как дела? Вчера где-то вот. Вчера, где-то вот, за обеда поменялась мета, мне кажется. Это так. На турнире прямо. Ну, может, решили команды такую внегласную наговоренность провернули. Ну, вот он, бан Алхимика от ЕГЭ. Я вот только хотел посмеяться, они забанят Апарат, а потом сами же забанят Алхимика. Вот это будет рофл. А я, знаешь, я же говорю, я начал говорить, ну, вот он, бан Алхимика от ЕГЭ. Я тебе говорю, выглядит так, как будто они хотели забанить бан Алхимика. Вот, забанив Апарата, они реально хотели выманить бан Алхимика от команды Фейслес. Но пришлось поняли, потом поняли, что Фейслес не повелись, и забанили сами, потому что у них первый пик. Да, потому что уже нет Турса и нет Апарата. Ну, да, в принципе, все логично. Получилось реально очень-очень забавно. Выдержка у команды Фейслес. Да. Серьезно? Не, на паузе сыграли. Сыграли на паузе. И, в принципе, высокое мастерство. Вот эти вот, вот эта тройка, которая, да, вот, команды, которая собиралась вокруг Блэка и Айсэйс Айса, тоже ребята играют очень круто, на самом деле. Берут Дисраптора, хорошего против Бэтрайдера, плюс сам по себе в комбинаторику смотрятся команды Фейслес, тут и Тимбер, который под контролем Дисраптора может немало угодно нанести. Рубик помогает Тимберу. Пока у Тимбера поддержка очень крутая. Ну, Рубик и против Варлока хорош. Может Гольма воровать? Может, может. Может, нелегко это, конечно, сделать, учитывая, что ты там, как умалишенный, будешь нажимать сразу же или Банды, или Абхивил. Ну, или, там, не знаю, любой вообще свой из трех способностей какую-то ты, я думаю, нажмешь. Сразу же после ультимейта Рубику не так легко будет воровать. Мне кажется, если Рубиц ворует Абхивил, и как-то его круто поставят, он тоже не огорчится. Ну, не самая удачная способность для воровства, но если прям действительно... Да ну, как сказать. В глубоком лойте, да, пожалуй, это действительно тоже важная вещь. Может сработать. Да, она всегда хорошая, типа Абхивил, реально очень неплохо. Банды, да, банды, и все, кстати, к штурм продают. Четвертый позиция с сих пор нету команды... ЕГЭ. Кому? Ну, Крит у героя нужен, если Крит он четверочку. Ну, учитывая то, что Крит пикает. Кстати, интересно, да? Хотя кто... Не, но я пикать у ЕГЭ, если не Крит. Да, и ему изначально, вот я когда смотрел фильм Трусайт, который был про Фнатиков и ЕГЭ, там как раз все это обсуждалось. То есть, насколько у него получится качественно исполнять в новом коллективе для него. То есть, это не команда к нему пришла, да, а он пришел, совершенно новый для него коллектив. И как вообще они будут там приживаться все вместе. Ну, задумались. Много-много времени берут ЕГЭ. Куда так? Не просто все дается. А вообще, ты знаешь, Лейфстилер неплохо смотрится для команды ЕГЭ. С бэтрайдером синергия. У тебя, тебе не страшен Дизраптор, пока он там не будет тебе попадать, например, ультимативный, да? Ну, ты будешь превентивно нажимать этот скил. Ты, в принципе, неплохо можешь справляться с даже Тимбером, наверное, все-таки. Да, и инициация с Варлоком-то какая крутая. Путш. Это путш для Крита. Путш, надо так говорить. Окей, давай я попробую. Давай. Путш. Нет, 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 подача слабая. Да? Нужно, да, нужно больше. А опирайся, опирайся на согласный, когда в первый слог врываешься. Ну, это правила вокальные. Не настолько опирайся. Я думаю, чуть мягче. Чуть мягче. Минус уши, да, у зрителя. Наверное, да. Вот с этого... Ладно, сори. Да, были минус уши. Хотя, ну, тут шумка стоит. Не знаю, путь же интересный выбор, на самом деле. Как-то позиции будут играть, видимо, ЕГЭ, потому что конкретно целенаправленности в этом герое я не вижу. У тебя не так много способностей, чтобы прокастовать ультимейт. Вот, вот Сларк для Блэка, я же... А я же говорил. Ну да, Сларк неплохо, и правда. Сларку не так страшен битрайдер, не так страшен и Путш тот же самый, плюс позади кейс. Ну, знаешь, с Путжом история очень интересная. Давай. Потому что, с одной стороны, он не так-то страшен, но это когда у Сларка слоты появятся. А пока слотов нет, Путш ему пол лица отрывает с одного только крюка. И ты, если будешь в Шадо Дэнсе бегать где-то неприкрыт, то тебя просто видно. То есть тебя можно подтянуть, и ты, ну, трудно убегать в таких условиях. Этот момент, правда, есть, он присутствует. Тут я спорить не буду. То есть это ситуативно, но это иногда происходит в игре. Да, тут я спорить не буду, ты прав. В этой ситуации это может работать, действительно. И антимага берут ребята из команды ЕГЭ. Антимаг является неплохой, в принципе, контролем самому Сларку. В лидгейме Сларк не слишком сильно против этого героя. Вот единственный момент, это, конечно, наличие контроля команды Фейсос как такового. Уже и Рубик есть, Дизраптор. Плюс не будем называть, что Рубик ворует блин к антимага. Становится очень мобильным, очень приятным героем. И, кстати, Рубик ворует и Хук, и Дисмембер может своровать. Ну, Хук своровать нелегко. Хук очень нелегко своровать, если... Ну, будем откровенны, антимаг в лиде очень хорош против Тимбера. То есть моментально лишает его маны. То есть там за какой-то один Эбисал Блейд с иллюзиями он очень просто с ним справляется. Потому что отдавать, ну, там, саппорт, либо это делает какой-то в виде котла, мы знаем. Часто очень берется конкретно, чтобы Тимберсоу под Моноликом не мог особенно гулять. Антимаг тоже может с ним справляться. В иоле гейме, в мид гейме, наверное, не лучшая встреча. Смотри, листочек с заготовочками у Юниверса. Ну, сейчас все команды используют такие листочки. Есть у каждой команды практически профессиональный статсмен, который выдает информацию коллективу о драфтах врага. И у Крита тоже есть такой листочек. У Na'Vi были даже со времен папочки, у каждого такие фирменные. Я помню, когда на прошлом Инте даже кто-то слил стату. Когда-то были Na'Vi. Я помню, был очень замечательный момент, когда мы сидели как раз, обсуждали нашим комментаторским, талантским стафом, там статистику, блин, где бы подобрать там статуи. Нам говорят, псс, ребят, тут типа книжечка есть. Говорим, а откуда она взялась? Там кто-то подготовил. Только вы никому. Хорошо, хорошо. И на следующий день просто у каждого есть эта книга. Вообще у всех команд. Пики, баны, я имею в виду. Пики, баны, варды. Самые часто стоящие варды. Там информация была нереальная. Там было просто по книге. Огромная книга была. Там на каждую команду по несколько страниц. Учебник. Самая подробная информация. Жесть. Да, там статистика была собрана просто бешеная. Еще бы читать уметь. Появляется Мирана у команды ЕГЭ. Мирана, про которую забыли немножечко. Помним мы, как силен, в принципе, Сумаил на этом Миране. И комбинация, хоть может быть не самая сильная под Мирану, но урон с Ганимом, если быстро удастся собрать Сумаилу, будет здесь сумасшедший. Дисраптор, Рубики будут летать очень быстро. Правда, есть плюсик у команды Фейслеса, это Рубика, у которого есть сопротивление магии благодаря пассивке, но оно решает до поры до времени, скажем так. Да нет, мне кажется, оно очень сильно даже решает. Тем более, если будет собирать там, ну, Тимбер, мне кажется, Худ соберет. Ну, Тимбер может, Худ Пайпер соберет Худ, но вот Пайп, ну, много, много денег требует, на самом деле. Ну, там уже как по игре пойдет, мне кажется, да. Да, да, да. Ну, ситуативно может, конечно же, ну, посмотрим. Ну, просто и Firefly, и, в принципе, Путш, который бегает у него, вот тут рот, неприятно очень. Ну, да, ты зубы кривоватые, действительно. Хорошо, ласт пик для команды Фейслес. Нужен герой в сложную линию, Брюс Лордара. Выбор, в принципе, неплохой дополнительный контроль, дополнительный минус армор для команды. Ну, в целом, честно говоря, пик мне у команды ЕГЭ нравится побольше. Потому что там Путш? Нет, потому что там и антимаг, который смотрится шикарно, особенно вот на стадии уже где-то там мидгейма, когда у него будут слоты. И Мирана, которая, если при нужном фарме вначале, она будет очень сильно разрывать. Ну, и вот она, заставочка этого матча. Замечательно сделано, вообще, просто великолепно. Артизи в центре. Да, тут у нас лед-лед-лед в центре. Ну, и что, мы, наверное, с... Сливаемся. Я хотел сказать с фивером, но сливаемся, собственно, с этого матча и будем передавать слово другу и Бафику. Они покажут эту игру для вас. Спасибо большое, друзья. Поехали быстро по составу. Крит забирает себе Варлока. Сумайл сыграет на Миране. Юниверс берет себе Бэтрайдера. Зайс играет на Пудже. И Артизи берет антимага. Да, есть такое дело. Джабс сыграет на Тимбере. Блэк на Сларке. Нат сыграет на Дизрапторе. В оффлейне АССА сыграет на Слардаре. И на Рубике... Эксвай. Да, именно так. Да, ну и разбердаются пока по команды. Встреча у нас еще не произошла. То есть какой-то максимальной агрессии, да, дайва во вражеские леса. Ни одна, ни другая команда не делает. Все еще интересный и все еще актуален вопрос команды Фейслес. Блэк плюс АССА есть плюс три не настолько популярных и известных игрокам. Сколько же хорошо они будут смотреться против топовых коллективов. А то, что ЕГЭ топовый коллектив, мы, конечно же, не будем это отрицать. Команда действительно хороша. Да, немного где-то состав поменялся. Чуть-чуть там видоизменились, возможно, тактики команды. Но в целом исполнители как были прекрасные в коллективе EG, так и остается. Хороший вард стоит у команды Фейслес на стороной линии. Против Пуджа его выпадов стоит, дает видимость как раз-таки подхода. Пуг будет нелегко дать, если будет заходить с правой стороны на Пуджа. А с другой стороны, этот вард, в принципе, вполне может быть ожидаемый для команды ЕГЭ. При желании можно его разбить. Обычно именно такой вард ставят... Да, присаживайтесь, друзья. Падайте. Вы вдвоем хотите? Да пусть садятся-то, конечно. Давайте, конечно. Присаживайтесь. Мы не будем им мешать. Давайте, мальчики. Да, друзья, к нам присоединяются Resolution и Рамзес. Романы, Кэри. Да, ну что ж, друзья, еще раз всем привет. Resolution и Рамзес у нас в гостях. Поехали смотреть игру. Вы смотрели драфт вообще, как проходил? Нет. Мы обсуждали ошибки прошлой игры. Вашей, да? Да. Ну давай по горячим следам, может, ты нам расскажешь или ты не хочешь об этом говорить? По прошлым играм? Ну, по своим именно, я имею в виду. Если ты об этом хочешь говорить, конечно. Ну смотри, про вторую игру там говорить нечего особо. Драфт, да? Да, там драфт мы проиграли полностью. И, в принципе, у нас там плохо сыграл Мун, там Дайгер на 20-е. Я ничего не... Ну, короче, там об этой игре мало чего можно сказать. А вот про первую можно поговорить поподробнее. Очень долго, да, очень долго. Да, потому что там какие-то вот три ошибки самые серьезные, которые можно обсудить. Это то, что мы вот... У нас было такое очень серьезное преимущество. Там у Руса было что-то 5-0. Да, причем убивала инлокера там в соло. Да. Ну, то есть у нас все было хорошо. Мы начали трейдить товара. То есть... Так не должно быть. Если у тебя преимущество, ты должен все дефить и за все товара воевать. Второй момент. Это наша драка на Рошане легендарная. Когда я просто забегаю на хайраунд, мы три мэн вакуум, дохнем, умираем. Ну, в общем... Причем, заметь, что эта драка решила все, у тебя БКБ не было. Конечно, там БКБ отошло на задний план после этой драки. Там Урса... Ну, там мы просто забираем Рошана, отходим. Если они бегут на нас, мы берем драку, то есть, ну... Ну, да, да, да. Причем, Варлок сыграл очень качественно, но он бросил голема по Урсе, чтобы тот не мог вликнуться и пойти в драку помогать вам. Да, ну, это очень ключевая драка была. Ну, по синю тоже выиграть могли? Ну, по синю мы там, да, мы что-то взяли... Вот, пошли за Т2 в миде, подрались, забрали бараки у них. Угу. Все хорошо опять. Опять пошли фармить, потеряли контроль карты, они начали нас убивать. Я уже не помню, что там было, но... Ну, в принципе, вы не сильно, скажем так, да, наверное, приуныли, просто работаем над ошибками и двигаемся дальше. Да, конечно, нет, ну, да. Надо просто понимать, в чем проблема и... Главное, вузе, ахня отсосать. Вы же, как же я вас люблю, парень, просто... Лучшие трансляции с вами только что львился делать, теперь вы пришли, просто веселье начинается. Безудержно, расскажи. Ну, а что тут бешеные соперники? Слушай, ну, это же твои следующие соперники, Роман. Правильно я понимаю? Кто-то из них, да? Кто-то из них, да, кто из них проиграет, будет твоим соперником. Что ты скажешь по драфту в этой игре? И второй, Роман, тоже не молчи, рассказывай, что-нибудь. Ну, что, я выиграл и драфт. Лёха сказал, что квартиру поставят на фейслесс. Серьезно? Трехкомнатную. Ну, было бы неприятно, мне кажется, продавать эту квартиру. Прыгает, кстати, антимакс сейчас, если бы она была, да? Я об этом сейчас. Ну, квартиру на хороший каф можно поставить. Я понял. Просто, понимаешь, Лёша, квартира, ставки, как-то все это в голове плотно читается у меня. Ну что ж, немного разминаешь лордара. В очередной раз уже прыгают на него. Лаун сработает. Смотри, колечко купил. Как вам пудж вообще? Будет работать? Пока вроде... Лёха сказал, что пудж не выиграет. Хорошо. Тебе есть мнение о своем? Что ты Лёху, Лёху постоянно напоминаешь? Ладно. Но он слушает капитана, Кэпа слушает. Кэп я. Роман, это мозг команды Virtus.pro. И пикаю тоже я. И пикает он один. Хорошо, ой, как хорошо хукает, товарищ. Так он ещё и на хосте, Андрей. А подбросит? А теперь... Он уже второй хук сейчас был, не? Ну, поделает. Причём, видел, Солдар бежал, возможно, надеялся сбить ещё там снизу-вверх. Кстати, только что была нарезка с момента, где-то делал вчера минус 4, ультра-кил. И мы решили, что ты маленький Иисус. Иисус 666. Была вот такая вот интересная шутка. Не сочетается. Не сочетается, немного не нарезин. Да, да, да. Ну что, Миран он... Еле-еле крипочка добивает против тимбера. Тут будж роумит. Самое забавное, что пока без скиллов. Вот Денай от Солдара, больше мы ничего, в принципе, интересного не видели. Крипам видно, что немного доминирует пейслесс. Тут либо Блэк соля роза везёт. Либо артики. Один из них. А все остальные 8 человек бесполезные. Безполезные. В общем, мне кажется, как вы считаете, антимаг в такой ситуации, он сильнее, мне кажется, по пику будет, чем в ВФЛ. Да, да, там вот только Солдар неприятный для него остальные все. Да, ему тут сожны играть на самом деле. Да, Солдар покуривает в лейтгейме. Остальные товарищи, может быть... Кстати, БКБ, наверное, понадобится в этой игре ему. Есть подозрения. Контроля хватает у Фейслесс. Вот Иисус без Аквил играет. По Илюхе, по Алошке. Сейчас капли принесёт? Да, сейчас принесёт. Ты скажешь, что ты ученик Алохи? Да, Блэк это ученик Алохи. Ни втолько, мне кажется, не совпадают гадату. Персональные уроки брал у него. Хотя Алоха не покупает манго на Сахке, я что заметил. А надо? Нет. Вот я считаю, что не надо. Мне кажется, вы можете вечно говорить про кэри-позицию вдвоём. У вас одинаковое видение или разное? Совершенно разное. Слава богу. Ещё разное. Слава богу. Ну, один кэри выиграет, другой... Другому не повезло. На хайграунд забивает. Тебе заметил, что Рамзес постоянно вначале прогоняет своего врага в линии. Он максимально давит. Выгоняет его, потом уже берётся за крипов. Ты то, что так делаешь? Или ты вообще забиваешь в меры своих возможностей. В меры своей распущенности. Я давлю своим умом. После пика. Интеллект. Да, Леникс. Неплохо сейчас спаслос в верхнюю. Пытается броняться уже и Варлок здесь. Ну, в целом, пуш не самый сильный у Пейстласса, мне кажется. Забирать вышку они будут долго. Такой вот смок интересный. Всё-таки хотят дефить этот тавр. Ну, Сларк в неприятную позицию может попасться сейчас. А, ну, пила лисит. Видят Сларка. Здесь Блэк делает... Хук! Да, не пошло. Был Паунс, но Хук не успел долететь на одну точку. Что-то не по лохе он играет. Да, не по лохе. Ну, а тебя могу очень мало, на самом деле. Среди линии? Ой, нет, даже ПТ. Купил себе два кольца зачем-то. Непонятно. Непонятная ситуация пока что. Хочу Хараса защищается. Он обмазался регеном. Так, а кто его Харасил на линии? Сдай, может, ты его Харасил с Лордар? Пашки проходят. Так там Рубик со Слордаром вдвоём сначала стоят. Там... Ну, да. Развалил тебя, получается. Не, а кто кого же знает меня? Это, конечно же. Что скажешь свое оправдание? Я промолчу. Правильно, будь мне ей. Пока очень спокойно. То, что 8 минут нет Фресблада, учитывая, какой пик команды ЕГЭ, и... Типу G всевозможные бегающие. Полезные, что он делает? Что, 3900 монет у него есть? На кармане. Драка, все. Завязалась наконец-то ФБ Сардара, все-таки убивает, причем ультимативные ультимаги. Дебил. Застелил, застелил. Universal решил, что... слишком пассивная игра. Надо действовать. Universal на опыте. Так ты видел, как он залетел сбоку, там, взял... Чётко. Чётко. Да, кстати, там Квардик стоит только на руне, я вижу. Может, вы не видели? Бедрайдер Вокса. Перемещение, он, видимо, снизу пошёл. А Куру убьёшь? Куру убьёшь? Ему это не нужно. Ему это не нужно. Он хочет по-честному просто играть. Он эти подачки не берёт. Ну, слушай, а если Куру пошёл бы убивать, сколько там? Три удара надо было бы сделать, получается. Четыре, наверное. Четыре, наверное. Такая лип там ещё есть. А, лип, ты делаешь лип, у тебя вот этот товарищ на тиндере... А, оно стоит. На силуэт. Оно стоит того. За команду. Да? На антимага жира, правильно? Да. Антимага уже бабки. У нас есть такое понятие, вин кондишн. Какой вин кондишн? Ну, ЕГЭ антимаг? Мне кажется, что у него другого мнения. Он думает, что он это вин кондишн, это вин кондишн. Он во всяких играх. ЕГЭ не согласны с вами. У Тромки в команде вовчик вин кондишн. Ой, это страшно вообще, товарищ, уничтожатор. Да, он на стриме выходит с пистолетом, стреляет. ПИК, ПИК. О, у него ботинки забрали. Серьезно? Да, ЮНРАС ботинки походу украл. 1400, ну или разбил, или забрал. Почему я такое уже видел не так давно где-то было тоже разбивание ботинок. А, они забираются его. Ой, ой, хорошо, срабатывая, да. Так, что они серьезно ботинки украли? Я бы тельтонул. Поехал Тимбердраться, а там бутрайдер тоже впереди, бутрайдеру очень больно, генетик фил, бутрайдер погибает, хук мимо снова. Блин, он хоть и не попал, попал ему нет. По Рубику, по Рубику попал. Не думаю, что он попал. А Рубик его закинул потом нахер играл. Ну, он же попал. Стоил этого, как ты думаешь? Да, пока путь явно неудачный для игроков. Вот и ботинок. Так, ботинок подъехал. Хорошо. Наша песня хороша, начиная с начала. Да. Миран, кстати, убивает Рубика. Сумаил там на охоту вышел. Засолировал, да. Видишь, он не зря подфармливает. Вот он и накомандывает. У него нет тульты. Нет тульты. Та бы не помогла ему убивать сейчас Рубика, видишь. Все четко у него. Все по плану. Ладно. Пудж. Готов кукать. Они его не убьют все равно. Пошел пить артизи. Разводит его на то, чтобы дал краш. Подходит к пуджик. Вдохнет. Есть подхил. Варлока. Уп! Взрывает. И еще один килл для антимага. Второй уже. Да, красавчик. Слушай, ну М много получает, по-моему, для этой игры. Слишком много. Да нет, у него на то же хуже, чем у Сларка. То есть Сларк получает еще Бавнодара. Ты, по-моему, фейкинфу даешь людям. Нет, у него два кила есть, а у Сларка Эннтворен больше. А Сларк тоже один сделал, по-моему, да, уже на этом? На Бэтике. На Бэтике. Он фармит больше, он крипа больше. Добил пуджа, вернули. Нет, пудж забайтил на уль. Из раптора, чтобы не биле антимага. По-моему, это все на команду. Очевидно, все Бавнодар. Ну ты, как бы, уровень игры у тебя слабенький. Да, я понимаю, я понимаю, я даже вообще мне нечего сказать. Бавнодар, мы вот продолжим как бы комментировать. Давай, давай, давай. Лядышком посиди просто. Вот, сейчас еще Кринит умер, чтобы антимаг не умер. Это тоже забайчено все. Понимаешь? Думаешь, он просто так туда шел в лес? Еще и живет. Сколько времени для антимага? Это смотри, для антимага, правильно. Время выиграет. О, вот так вот. Р-0. Блин, сколько же он времени выиграл? А антимаг знаешь, сколько крипового добил? Уже 8. Не, ну Сахар тоже файмит. Не лучшая цель, конечно, до Сумаила. Урона... О-о-о-о-о-о! Вот это было красиво. Тащил. Еще и тавер забрали. Ну все, space. Видишь? Пока он там бегал 30 секунд, тавер забрали. Неплохо сыграно. Квартира эта, лё, горит, горит квартира Мне кажется, он слишком спокоен Лучше, тиммейт по дезавтору Дезавтор погибнет Рубик получает хук, ну смотри, поудачнее Ну тут уже концовочка, концовочка игра подходит И квартира тоже подходит Лёха, наверное, на бутыли стоил Он сам на эту игру или на бестов 3? Я склоняюсь к бестов 3 Он на эту игру стал Он по пику говорил, это команда выиграла Играла и горит, трёшку стал Ну вот стик с акрилой, вот этого я, конечно, не понимаю Слишком мало сотов у тебя У него 120 крипов, что ты хочешь Первый нетворст на карте Ну это Black Ты думаешь, не зря у него, ты думаешь, зря у него 90% винрейт в команде? У тебя был хоть раз такой винрейт в командах? Только на любительских турнирах На ланчиках В Новокузнецке В Новокузнецке Что дублей даже у Сларка? Экшн? Если он не сделает очень много киллов сейчас, то они проиграют безидейно Ну кстати, слушай, можно так-то сладкие сели здесь есть Ему на самом деле выпивайтесь, только Варлока можно Ну чё, Мирана тоже нормально может быть А не хватит демоджа у него на Мирана Так у него команда есть У него же команда, он же командный игрок Кстати, как дела у Тимбера? Чё у нас тут всем, я смотрю там, с деньгами Ну, они багань гонялись за Варлока Он, да, он спейс сделал для Сларка Ммм, ммм Конец за Варлок Который делал спейс для антимага Да Тут игра, ну, Роман уже говорил, что тут 8 человек бегают просто так, а Сларк с антимагом соревнуются Тут бит 2 грандов доты на кэри Артизи против Блэка Вот, первый килл пошёл Да, есть антимага дизраппера, минус антимага Команда, видишь? Да Есть у него команда? Соглашусь Причём килл очень-очень удачный Хука нет маны 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Бабах Это ошибка Флэмбрейк полетил Они сейчас всем угодно, на самом деле, угонял, волокой изгонял Нет, Блэк прощает таких Даггер появился уже у Бутрайдера Весь спейс создали в боём сверху, тавер упал При этом, мне кажется, ничего страшного не произошло, действительно потерять дизраппера, забрать сентимага, забрать-то один вышку внизу Такой-то другая уже и ботинки появились новые, уже и почти даггер Он не тильтует Да, он не в тильте Ну, команда подбодривает, больно Ну, сейчас, я думаю, явно подбодрило Тебя подбодривает команда, дочь? Врыв Бутрайдера Очень больно сейчас Вот это ультимая Еще и выжил Ладно Нет Мановой это украл Добивает его Бутрайдер Блин, крелизован, можно сказать, наверное Ну, пока что юниорс делает очень много Впрочем, как обычно Ну, вообще Были игры, когда он немного делал Были Ой, просто вард проткнул вилла, как хуком Были, когда он играл в Team Secret Там просто не стакались Ну, видишь, были же Ну, сейчас, кстати, о варде информацию получили, по-моему Они даже не пошли сразу Мне проигрывали Чтоб лужку кал Опа Опа, пять засолил О, вот и команда Сюда Больно, больно, сумоил Хук, но есть или кинез Шикарно получилось Это жестко было Хотя действия были правильные Соглашусь с бафиком Спасибо Наконец-то Вот у меня Резоль хейтит Второй день подряд Вот, видишь, хейтит, хейтит А уже в лазерах Вот, вот мы приходим к нужным выводам Кондициям, так сказать Надо быть добрым вам Я стараюсь Слушай, ну, как-то у вас там лил не попадает в тянуты, мне кажется, немного Так Илюха Добряк Или он создает просто баланс в команде Вы добрый, а он злой А что он говорил? Илюха Добрый То, что он говорит Он говорит, чтобы просто так Поджечь на кого-нибудь Что? Кстати, есть разные люди по психологии Одни более спокойные Другие, наоборот, из-за того, что они пытаются вот так вот высказывать, не доминировать Себе получают уверенность Просто некоторые воспринимают это слишком близко Ну да 3-0, 4-0, красавчик На селедке Да Да И он выиграет Да, это сам Гелемо, как-то есть Кто-нибудь знаешь, что Каспейса создал эти четыре раза? Больше, чем Мун за дверь? Примерно на таком же уровне Ха-ха-ха Муна нахваливает парни, говорят, очень жесткие Да не, Мун хороший рог, соглашусь Я думаю, пока она вывода делать Как же, ну, парни проиграли, ты проиграли Конечно, конечно, первый турнир Тем более, мы с играем Они отдыхали очень долго Мы сграем всю силу Бухарина, напомню, на секунду Роман, то что они просто Турниры перед антоном Тоже там, наделали делов я знаю а потом тут два так что они все так просто тема кто пройдет в оборудовании психологии разматывал на месте капотай рубили канули блека в окружении в округе полюбили хорошо не дерутся приказ от всех но и выдаваться на партнерах сут поддерживать себя но я думаю что это не пошло статей каэта вон да 2 в 1. Получается, на Варлока идут. Как же больно Сларке упробивает под Amplify демеджем Эмирана, под действием Паунса. Никуда она не денется, но при этом она просто убивает Сларка. Такие вот дела. Ещё пару... О, ничего там, 17-ти. Он сейчас сдохнет. Да, пожалуйста, попади! Баш проходит, баш проходит. А он вот сдох, кстати. А, он и так сдох, кстати. Он три раза уже прыгнул. Ещё и вернули его, боже, уже просто изнасиловали по всякому. Что это за стези? Ультимейт Пуджай минус 2 они делают. Две ошибочки от Слардара в этой драке, мне кажется, привели к другому исходу. Какой у них уник? Айсайсайс? У кого, у кого? Айсайсайс. Да, да, да. Ну, не похоже на него вообще, если честно. А он сегодня радостный был, я его видел. Да, дважды промахнулся крашем. Три, три. Три даже, да? Я два насчитал с Бенка, один неудачный. Ну, смотри, когда он в Варлока должен был прыгнуть, он тоже медил в Варлок. Попал в двух неожиданно, там не было вижено на них. Да, я ему пойду, но просто... Ну, ты чего он хедроску тут купил? Чего? Скажу честно, непонятно. Что именно? Ну, вот зачем он купил хедроску? Каждый раз ты делаешь, что? Да? Это его фишка. Фишка? У тебя есть фишка? У меня есть фишка, наверное, да, есть. Ну, вот. А ты как делаешь обычно? Ну, вот в этой идее я бы не покупал хедрос. Капли манта БФ? Конечно. Ну, типа, ему тут Владимир, если делал это только после манты. Так уже тысячу лет никто не делает. Ну, он вроде не собирается его делать. Он просто купил себе хедроску и будет сразу в манту выходить. Укупил себе кольца на первый бабкин. Кажел хедроска? Кажел хедроска. Врывается Бэтрайдер, получает сразу же ультимативного Дизраптора и погибает. Уже который раз такая ситуация получается. Мирану подняли, делает лип Сумаил и уходит. Как-то вот не задается у ЕГЭ с Бэтрайдером его инициации. Завтра слишком жесткий для Бэтрайдера. Второй раз контрит его, врывается неплохо. Тиммер. И Буч погибает. ЕГЭ даже прыгать могут. Минус два в итоге от команды Фейслес, можно дальше давить. Ну, они реально давят. Чувствуется давление. Проблема только в том, что тут вот этот товарищ, и он будет дальше сплит кушать сейчас. Да, вот сейчас один раз убить. И у него все таймега собьется очень жестко. Можно это назвать тоже Спейсом? Ромаха Потамином играет. Понял тебя. Ромаха Потамином играет. Какая грань между Спейсом и Фидом? В смысле, у него четыре Спейсера есть для него. Когда он умирает, это Фид. Не, я имею в виду, что сейчас было ситуация, что два героя погибли. Антимак Фермида, Спейс? Это... Да, Спейс. Плюс бусоны для Тимбер, это не Спейс. Меня не разделились. Ну, башен экспертствующий. Леха, наше двух мало. На бестональе ухо вспоминает. Мне кажется, Леха ему просто отца заменяет. Компания, я не знаю. О, братишка сдох. По-другому никак. Артист прыгает. Ну все. Приехал Артизи. Блэк под ультимейтом месяц. Уджа. Ультимейт от Мираны прыгает. Сладар, Краш. Так, ну это, походу, конечное. Не считаешь ли так? Заметьте, Сумаилу не удается поймать. Он постоянно все равно на липы уходит. Передали за проезд. Как ты думаешь? Вот сейчас вот передали. Минус пудж. И Варлок заливает туда же. Пока бетраидеры все еще живы. Горят, очень сильно горят. Пейслесс. Стрела залетела туда? Да, залетела. Стрела прямо в Сларка. И прыгает Сумаил. Добивает Блэка. О, параллельно Тимбер допилил все-таки пуджа. Ладно. Точнее, бетраидера хотел допилить, но не допилил. Обидно получилось. Из-за чего пикут? Тимбер вообще на первый пик. Пусть их ОД бери или бетраидера, они все равно пикнут. Им нас срать. Да, и Леха. Ой, и Леха. На ромах им наплевать. Лежат, у вас проблемы. Это Леха, второй и Люха. Что происходит вообще? Ну, а чё? Да слишком много илюх, потому что... Слишком много кумиров просто, я вижу. Ну, нереально илюх много. Илюх очень много достатков. Ну да, ты вообще там одного илюха, я думаю, вспоминаешь, у тебя он постоянно... У меня илюх, коробка. Илюх, Лил. А, да, да. Илюх, мой тренер, конечно же. Ты илюх, ты не ставишь в ряд с этими парнями? Я говорю, илюха, мой тренер. А, он тренер твой, все-таки. Ну, я думаю, ты был тренер, который в зале там или что-то еще. В каком зале? Ну, ты же ходишь подкачусь. Подерзал, качок же. В афиг тебе тоже не помешало бы. Спасибо, братцы, я беру с вас пример уже. Уже начали. Роман, ну чё ты так прям в лицо? Шо? Я открыт людям. Надо ж полояльнее как-то относиться. Не надо, Роман, никого не слушай. Будь честен со всеми. Зла, только добра. Как Лил, примерно, точно так же. Так и что Лил говорила, объяснили мне. Чувак, ты твиттер вычитаешь вообще, ты как, ты где живешь? Ну, погубам, я там читал. Ну, погубам, да, я читал. А чё на стриме он говорил? Не, на стриме он, кстати, тоже неплохо разваливал. Говорил, что в той игре, на первой игре вашей, когда вы играли с парнями. Так, так. Авторитетные мнения люди. Сказал, он бы за 15 минут там выиграл. Он бы выиграл. Ну, в смысле, с командой его. За Резоли. За Резоли. Да, с Пиком ДС, грязь 15 минут закончил. С Пиком ДС, да. Непонятно. Мне он говорил, другое. Времени в команде разделили. Я это даже процитировал, виттер выложил. Мм, непонятно. Нел сказал, что Резоли пикередумал, пока шел в вашу сторону. Но, сомнение, я согласен, что пики в первой, второй игре, если будет так, кейси. Если были пики лучше, они были. Сейчас от пика очень много зависит. Вот так вот, Ронченко. А что от игры, я слышал, зависит чуть-чуть? От игры ничего не зависит вам. Только пик, мозг. В тиме, какой у вас мозг? Какой мозг, такие результаты, правильно? Да. Вот сейчас драчка будет жесткая. Ну, там у Блека есть. По-хорошему, конечно, Эмму будет уже на топе, наверное, и сплитить, да? Все-таки, ну, жирно, все, жирно. А он, кстати, в миде сплит. А он отключает пассивку жирно? Все, тебе сью не возьмет. А, я думал, он это, хп-чки отключает. Не знал, честно. Никто не воспринялся. Сладар в мидас выходит. Да, это вот... А ты видел, это против кого играли? По-моему, против вас в Винкс играли, да. И они там фаст мидасы все делали. Венни хотел на 20-й купить, потом передумал и купил форстап. У него перчатка такая осталась. И Никс до 30-й. Врывается бедрайдер. Таскивает Сладара. Сладара нужно отдавать в просилку поляну. Фишки от Инессы были только что. Выпрыгнул из ульты Дизраптора. Да. Блинком. Стрела сбивает ТП Дизраптору. Не отпускает его. Помощник тоже погибает. Ты постоянно фишки от Инессы смотришь? Да, вот последние только не смотрел. Ну, времени как бы не было. По поводу бремастера, что мы еще раз обсуждали. Тоже бы я нас видео делал, как не знаю. То есть, все до нас уже изведано. Существует, только бери на блюдечке. Да, я красавчик. Все делает. Это правда. Это правда. Ну, тут он тимага уже очень много. Если ему дадут купить БКБ. Ты можешь выбрать БКБ сразу третьим? Да. Ну, да. Не помешало бы. Вариант какой-то там... Ну, еще есть башер. Дальше, да. Ну, после башера он точно БКБ сделать. Ну, если бы можно было открыть стэш, я думаю, у него бы стояло БКБ. Я же думал, фастбай, да? Да, да, да. Пуш. Марин закупил, по-моему, уже. Ну, тут товарищ с худом, кстати, по поводу худо. Было бы неплохо, наверное, пайп получить. Но темберу надо еще кое-чего. Вот он покупает себе... А чем больше дамажа, да, получить от... Антимага, мистикстав купил. А чем купит? Шиву? Шиву, наверное. А, помню, что еще говно. Ну, 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 плохой артефакт, я согласен. Я нас как-то более уже опытный товарищ более медийный, контролирую свои слова. Я контролирую полосе, ничего грубого не сказал. Согласен. Полностью поддерживать. Просто хорошее контролирую, я просто... Более прямо, прямо говорю, да. Ну, мы уже слышали, да, ты прямой человек, добрый, прямой человек. Я очень добрый. В инвестии с парком безлицей подзажались. Слушай, а Black, по-моему, то, оказывается, не там. А у меня есть, не знаю, все равно. Смотри, байтит, байтит. Мидас появился у Слардара, кстати. Рубик. Сейчас датчика на варде будет. Вот она. Вот она. Хорошо получилось. Сбривает просто моментально из Раптора антимаг. Вытаскивает на руке путь Рубика. Тут вроде как уходит. Размен один в один пока что. Драка продолжается. Black идет месить всех. Там бутрайдер неплохо поработал по Тимберу. Но Тимбер выживает. При этом погибает Рубик. Прыгает Мирана. Сбивает Аеги с Блэку. И добивают также парни Тимбера. Появляется Сларк. Он один-одинешенник. Хук бы не помешал. Но даже он, наверное, не нужен. Блэк пока уходит в инвизию. Да, Блэка отпустили. Пожалели. Забайтили ЕГЭ. Видел, как тактически отбегали, отбегали, отбегали. Потом пуф. Это четко. Это было четко. Да, голем был красивый. По трем героям сильно упал. Если бы за это хотел бы ульту успел поставить. Не сразу. У него моментально, да. Не, у него был промежуток, где он мог на антимага поставить ульту. Баша взял себе, кстати, на М. Возможно, кстати, драка повлияла на решение. Рисковый, рисковый парень. Ну, говорю, может, эта драка так на него повлияла? Позитивно. Или негативно, посмотрим. Ну, сейчас сдохнет, вот сейчас. Вот он. Так, так, так. На него и едут. ПГ Слардар, есть краш. Не, он не умрет. Вернули. Неплохо получилось. Восемьян М.С. Он блин не нажал. Не, он. Да, он блин не нажал. Он нажал, он нажал, ему сбили, он не... Он нажал, он дал грим, сдаю, и... Не, у себя анимацию. Просто анимацию сбили, у него был блин. Он мог выжить сейчас. Но грим же был использован и правильно. Ну, был, но он сбил просто анимацию. Ну, да, да, да. Все правильно, блин не нажимал. Ну, так он нажал манту, и из-за этого... Умер. Ну, вот так вот. Понял, все. Ну, ничего, Сумоил не отчаивается. Говорит, так, он самую помнит, только ревковалку. Да, он помнит, что он верит. Сумоил Марку, говорит, держись ему. Мы с тобой. Слушай, у Смарка, то уже денег. Смать, мы еще ищем. Ну, мы БКБ, надо сейчас. Скорее всего, на него сейчас ретликом. Да, вот сейчас уже в БАШе купили, будет плевать нам просто лицо. Не, БАШе, он же купил. Бил уже, да. Купил бы, купил бы. Купил бы. Ну, да. Какие еще опции, кроме БКБ и БАШера? Я думаю... Ну, БАТЭй может сделать. Но тут не нужно. Самый Майгик дамаж везде. Ага. А банды сбивают в первом? Нет. Ммм, не уверен. По-моему, нет. По-моему, не сбивают. То есть, если я не ошибаюсь, они работают, как если ты получаешь вон своих тиммейтов, ты продаешь его получать, но от тебя урон по тиммейтам не идет. По-моему, как-то такая история. Это в случае, если с одного дисплеер. Что я сейчас узнаю? Да, мутная, мутная история. Нет, я тебе говорю, это вот... Кстати, то же самое фишка это от Нессо, если ты смотрел с Брюмастером, посмотри. Нет. Это не от Нессо было, кстати, это Форс записывал видео. После дискуссии у них там была проблема, они не знали, что делать с Брюмастером и с Варлоком, и Форс решил после этого записать видео, и там вот все четко описывается, как работает дисплеер по одному, если по майсе там и так далее. Знаешь, не довелось посмотреть, Wi-Fi слишком плохой в номере. Да, кстати, вот это изъян гостишки, так-то нам прикольно, но это Wi-Fi хромает. А вид какой в отеле. Ну, Wi-Fi лучше было нормально. На горы. Да. А ты выходил, кстати, к этому, к бассейничку, да? Да, смотришь, когда там с бассейничком. Нет. Вперед туда не вы. Пройдись, там обалденный вид. О, а Линку купил. Ну, кстати, по-моему, тоже неплохой вариант, что скажете? Да, нормально. Такая позиция Урбена. Здесь мембры всевозможные там трайдеры, врывы их. Да. Антимаг ничего не может сделать, когда обессу купить. Ну, у Рубика реально какая-то интересная позиция. Главное тут не премудрить. Ну, вроде просто тавры отдали и самминг понизу. Причём, кстати, пока отходить вроде не собираются. Так а чё, Линка реально рулит? Я чё-то даже не подумал. Ну как, тут можно рассчитывать, да, на своих каких-то саппортов, там, на Рубика, на Дизраптора, но... Чё, у Батрайдера нет, Форстаффа, Линконе собьёт. Ну да, и на самом деле даже Линконе сейчас бить. Чтобы схватить Сларка. Ну всё, Сларк, неубиваемый получает. Я всё время можно сбить, например, бандами, ну такое. А банды Линконе сбивают только если ты... Ну, если ты у него на него, то, да, да. Тогда бандов не будет врачки. Блин. Чё вы всё сложняете? Это же всё сложное. Чего так сложно? Я хочу, смотрел рецепт на башню походу купил. Не хочет БКБ. Арктир, кстати, был вчера. Была счет неприятных полезных институтов. А, да, я это... Там... Брэйн Лах случился у меня. Брэйн Лах. Это все деньги бывают. Ну что, я так случился за Брэйн Лах. Он нах, играл нах, играл нах, играл нах, просто да, но ему не нужно. Он говорит, мне это не нужно. На самом деле, эта ошибка может стоить выиграть. Посмотрим. 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 Вообще, я писал крутая штука, в принципе, против Сларка может быть, но у него ЛНК, как бы, да, поэтому... Тут такое дело. На субпорту будет прыгать. Так, врыв бытрайдера. Кого он там сплотил, сплотил он Тимбера. Больновато, но он пока живет. Слардара поймали. Слардар Краш? Нет. Не уходит. Опять протыкает. Смотри. Что сегодня не так жабзом? Объясните мне, пожалуйста. А? За суицидится, мол. Да. Далкс с ни разу не суицидился. Хук мимо, но при этом сроки завтра погибнет, прыгает антимаг и добивает его минус три дела от команды. ЕГЭ. Брак сидит, думает, что за тварь в тиме. Ну так примерно и думает. Тащу, тащу. Мех하 hagж similar замазки видео на кинжи. Корр Гавн района и хуу. Есть очень чемодельное годом, но till last between table everybody arrives. НапBay SO sitter. Блэ ушли наверное не тот самый tolerate Становые хорошие были? Ну. Пару раз был неплохих, часто,34 частные и плохие Voltator прыгает Black. Очень больно будет, в гости appear. Пайн он хорош, а тут Net november перется в игре человек остав martiner, помогает своему тиммейту. Старт показывает. Антимагу, но он делает блинкаут, манта-стайл, вроде как в порядке, хук от пуджа мимо. Спасается от иллюзий нац, кстати, благодаря смоуку, иначе бы иллюзии просто бы добили Дизраптора. Каков, чертяга? Гему, Сларк, а Сларк пошел на охоту. Как тебе сказать, заканчивается? Сложный вопрос очень слишком. Что, засолит Блэк или не засолит? А, Ронченко. Блэк? Не забрали. Ну, понимаешь, Артуру лучше засолить, потому что у него команда хорошая. А у Блэка нет, правильно? Вот так вот, ты открыто сказал сейчас. А у Блэка, Чапс, любит протыкать. Слушай, ну Блэк, устро не обойтись, по-моему, без этого, да? Без башера. А у него сато сейчас не будет, если он гем будет носить. И что ты предлагаешь? Ну, пока в стиле. Предлагаю выложить ям. Как тебе? Это ход конем, я бы сказал. Да. Смотри, тут гем на гем. Ну такое, они вот... Фейслесы, они подсбавили темп и не дают теперь ЕГЭ делать мувы. Полностью согласен. Понимаешь? Кто первый делает мув, тот и побеждает. Смотри, он вообще отказывается. Он вообще-то отказывается. Ну вот в такой стадии лейтгейма, на самом деле, там уже мы к ней подбираемся очень плавно. Мы где-то уже около точно нее. Есть ли вообще серьезные шансы у Фейслес, как по пику, если говорить? Ну вот сейчас у них есть шанс, на самом деле. Именно сейчас, в этот момент, прыгает Слардар и уходит Сумаил, врывается Битрайдер, дает ультимейт по Слардару. Вот его ультимейт сразу же дает и Дисраптар. Убегает Слардар, там параллельно убивает Варлока. Причем, кстати, голем он так и не сбросил. А у него КД. КД был. 10 секунд еще. А-а-а! Да что ж такое, ты сразу летает Сларка? Слила в ботишку черного попала. А что, и там этот где-то умер от бандов, что ли? Слардар. Догорел. Он что-то купился на Слардар? Что купил Баш? Вот так вот, ход конем. Теперь никого не будет драки убивать, потому что никого не будет видеть. Да. У него скоро закончится ЕГО. Возьмет обратно гем. Возможно. Так еще и Баттер скоро будет. Да, он будет выжать собирать. Он без БКБ решил, по-моему, играть в этой игре. Или купит его вообще Лас-Лотом. Чтобы было 10 секунд. Ой, это ошибка. Какая ошибка? Блэк всех убьет. От буржа. А, извини. А, стрела попадает. Кстати, по Блэку неплохо сыгранно. Прыгает Антимаг и Баши обисал. Сбивают Аегу. А что дальше? Будет ли контроль? Надеюсь, на Башик. На Башик. Нет, Башика пока что... Но очень много урона. И ФЛЕМБРЕЙК! И... Добивает его все-таки Мира Ранна. Нет, Баттер тоже. Ранна Левина золил. Все-таки Артурка взял все в свои руки. Да. И не купил. Забайтил. Да, да. Двой друзей. Будем надеяться, что в следующей игре Джапс реабилитируется. делитируется наш пенитрос он же неплохо держится но проблема в том что как то по игре у него не идет да и сессияем сложно играть самая счас не лучшую игру тоже проводит далеко не лучшую сон слива я бы сказал лёхина квартиру но что видно не какие то имеются мешал квартиры в москве лёха не уже не москопова лёха не в москве ногорде новороссийск на россии новокузня новороссийск на улице олимпой лекарь и по новому городу прелетнее да незачем правда это сайта квартира на российский глава ну продаст и тут дальше ребята из команды егэ уж то два вышку внизу последний внешний товар понимать то сейчас здесь не стоит будет оброняться на возвышенности очень много будет зависеть на этой драке от дизраптора от слордара существуя не последние драки не эффективны были пошел бэк вперед вот а егэ скончился и появился гем в уход в субботу мы выбили правду не убивали так джабс уже сдох до драки хорошо убивает варлока причем в этом году вновь не поставить имейт варлок пока получается все нормально вот пошел дальше ну а вот и баш баш че это было это хук нулево а да да ну там мисс коммуникация небольшой произошел я бы сказал они в тильте думаешь уже все пора ну просто они первой сейчас доиграют выйдут из тильта и камбэкнут я бы так сделал я бы тоже хотел так сделать ну да мы после первой доиграли мы шли в еще больше тильта не выше да из тильта и со двадцать да вон там на самом деле соляратанная в следующей игре реабилитируемся против надеюсь вы против ЕГЭ будете я тоже надеюсь а уже не сегодня играть в любом случае да венера играют у нас а завтра во сколько нам мы завтра поздно да наверно играем если начинает не венера то тогда поздно начинает меня раздача первой будет играть наверное да не я думаю лузера точно первый должен начинать да кто их знает этих лузеров я знаю ромченко знает рассказывай парочку в лицо да в зеркале ну ничего выиграете кого ЕГЭ или Фесселес так а дальше а потом эти такие по ниже уровням команды уже вингс какие то да почему ЕХОМ а а а так тупанул 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 что все очень плохо я хочу вингс рофлеры на этом чемпион у них так балок миллион они рофлят они с сын не дают позаработать я такой секрет для тебя открою они уже которые чем профлят пока почему то все выиграли да не на ладно так драка у нас завязался в воду который драйдер летает фокастовал ультимейт дизраптор это особо не работает блэк крутился пока умирает только снордарт и пошел на тиберчей нет джабза много урона не получается внести добивают еще тут персонажа команды ЕГЭ и блэк уходит и думает да как бы засолить эту игру да команда и пишет ГГВП просто ГГВП смотри речь квит надо было просто ливать без ГГЭ красиво красиво все получилось команда ЕГЭ в принципе логично вы друзья говорили о том что пик выглядит сильнее да все очевидно в начале показалось что не пошло у ЕГЭ вот эти перемещения пуджа неудачные какие-то моменты но как вы говорите опять же вашими словами Артурка засолил один вопрос а зачем вы в шапках и кусках сидите у нас день такой дурацкий какой как называется дурацкий день называется смотрели дюремнию игроков нет я не знаю это день с СНГ смотри в СНГ сейчас какая температура ты недавно вернулся ты еще у меня в Новокузнецке минус двадцать вот вчера мы сидели и понтовались какие мы крутые как нам холодно как нам тепло точно здесь да а здесь мы решили что мы не правы и надо сказать людям что мы с ними просто почувствовали ментальную боль от просмотра на наши голые ноги и красные лица ну просто у нас еще фотографии как бы люди да чувак